Не позволим, чтоб жизнь дала трещину, чтоб цвет розы стал первым залой. Мир и счастье Донецку завещали. Город Феникс с нетленностью боль. В Донецке в Республиканской библиотеке для молодежи подвели итоги конкурса стихотворений «Мой край, моя душа». Участие в нем приняли 130 человек. Не только из нашей и Луганской народных республик, но и временно неподконтрольной части Донецкой области и даже России. Проходили поэтические соревнования в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Возраст авторов был от 16 до 35 лет. Я почему-то очень долго думала, что любовь к родине – это качество, которое присуще более зрелому поколению. И для меня было большим открытием то, что я ошибалась. Оказывается, любовь к родине – это качество, которое присуще, ну, может быть, не с рождения, но уже в осознанном таком виде. Жюри пришлось сложно. На конкурс поступило около 200 работ в разных литературных стилях. Многие говорят, судьи были не совсем похожи на стихотворения в классическом понимании. Но все они были написаны душой человека, любящего свой край. И большая часть произведений затрагивала тяжелые события в Донбассе. Здесь прадеды безвестные, введя неравный был, как ангелы небесные спасали мир земля. «Моя республика» 18-летней Анны Лисовенко из Макеевки была признана одним из лучших стихотворений о Донбассе. О том, что жюри оценит ее работу, девушка, говорит, не ожидала, ведь работ было так много. Я участвовала в конкурсе «Мисс и мистер туризм». И там был конкурс «Моя республика». То есть нужно было представить как-то республику. Я решила написать это стихотворение. А в интернете просто увидела, что есть такой конкурс «Мой край, моя душа». И там была номинация «Стихотворение о Донбассе». Ну, я решила представить это стихотворение еще в этом конкурсе. Одним из победителей в номинации «Стихотворение об известных земляках» стала работа жительницы из Славянского района. Она воспела каждодневный тяжелый труд энергетиков. Дело в том, что это мои коллеги. Я с ними работаю много лет и вижу, насколько они трудолюбивые и отважные люди. И я не могла не выразить свою гордость к ним. А в это же самое время где-то у доменной печи завода просто работая встали в плавильном цехе. Всего 18 работ были признаны лучшими. Так определила не только компетентная жюри, но и пользователи социальных сетей онлайн-голосованием. Всем поэтам-победителям вручили и грамоты, и денежные сертификаты. От 3 до 7 тысяч рублей. От 3 до 7 тысяч рублей.